друзья всем привет сегодня предлагаю вам необычную идею декорирования ламп светильников и люстр сейчас я буду делать самый простым способом который мне доступен плафон потому что у меня нет старого плафона если у вас есть то вот этот момент можно пропустить если нет то вот можно создать плафон с помощью ниток надувайте шарик окручиваете его нитками чем плотнее нитки лежат тем лучше у меня их немножко осталось поэтому мне будет не самый такой плотный шарик ну если не так побольше брать лучше получается более плотный такой вот таким образом я обматываю все туго натягивая нитку чтобы она не соскальзывала цвет не так может быть в цвет декора который вы выберете для плафона здесь немножко раздвигаю нитки теперь это все покрою клеем пва клей ничем не разбавляю мне нужно добиться очень прочного такого хорошего шарика из ниток поэтому я это все хорошо намажу так жирненько клеем пва нужно надеть перчатки чтобы руки не вымазать хотя в принципе их легко очистить от клея от этого можно взять губку для посуды и вот таким образом хорошо пропитать нитки клеем пропитать нужно хорошо жирно так чтобы все 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 нитки были покрыты и пропитаны тогда получится действительно крепкий шарик из ниток так вот все обрабатываете оставляйте сушить не над батареей без фена просто так на воздухе когда он высохнет нужно будет аккуратненько вот так вот подделять пальцами можно еще взять карандаш с терочкой на конце его отверстия вот так вот его прокалывая немного отделить шарик от ниток чтобы он при том моменте когда вы его лопаете чтобы он не потянул за собой нитки вот что у меня получилось в итоге вот эти вот кусочки клея оставшиеся они не играют от особой роли здесь нам нужно аккуратно и ровно вырезать отверстие такое чтобы ваша рука пролазила хороший крепкий такой плафон теперь я вот нашла в закромах у себя вот такую лампу старую сейчас я ее разберу полностью и буду пользоваться ею можно в принципе взять втулку от чего-нибудь и гирлянду использовать вместо лампы у меня вот есть старая разломанная лампа поэтому я ее буду использовать сейчас я вот приклеиваю вот этот плафон свой импровизированный на патрон для этого мне нужно вырезать отверстие небольшое чтобы и пролез патроны при этом не проваливался сам плафон дальше поэтому я измеряю размер патрона вот приблизительно три с половиной да и вот такое отверстие где-то мне нужно сделать лучше его сделать немножко поменьше вот смотрите я показываю что достаточно крепко это все получается конструкция это из ниток нахожу серединку и так приблизительно отмечаю лучше сделать чуть меньше отверстия чем слишком большой потому что придется потом укреплять тогда его это тоже ничего страшного вам легко укрепить это все вырезаем такой приблизительно по размеру патрона отверстие напротив той дырочки основной которая для того чтобы лампу вкручивать и вот так надеваем я немножко переборщила как видите я буду еще дополнительно это все укреплять вот я взяла бумажные жгутики и приклеила их горячим клеем теперь все отлично крепко держится теперь предлагаю сделать очень необычную вещь из туалетной бумаги берете влажное полотенце мокрое вот так вот отрываете кусочек туалетной бумаги можно этой салфетками делать но туалетная бумага дает возможность сделать любую длину не соединяя из кусочков вот так вот и аккуратненько промакиваете пальцами вжимая в полотенце с двух сторон вот так подкручиваете собираете и после этого надавливая слегка как будто вдавливая вот этот вот жгутик полотенце формируете такую вот шнурочек из бумаги не растягивайте ни в коем случае а вдавливаете потому что пока он влажный он достаточно хрупкие может порваться ничего страшного но если вам нужен длинный то аккуратно вот так вот постепенно лучше да вдавливая вот этот шнурочек прокручиваете его на мокром полотенце вот смотрите если вы чуть потяните в стороны он легко разрывается но когда он высыхает то он становится достаточно крепким вот смотрите я просушила несколько штучек на батарее и его принципе можно разорвать но уже с усилием так вот уже он становится достаточно твердым если его еще покрыть акриловой краской или лаком то похож на дерево становится сейчас мы вот такими вот жгутиками из туалетной бумаги будем декорировать наш не знаю как сказать ствол лампы для этого я беру вот несколько штучек 5 можно по одной приклеивать можно сразу вот таким образом так быстрее немножко оставлю запас может быть не захочется как-то их еще скрутить по-особенному и вот так вот обматывая вокруг основание лампы вот таким образом можно не плотно не слишком плотно натягивая чтобы не порвать вот эти шнурочки бумажные вот так вот постепенно приклеиваете их к лампе вот что получилось я не по всей мне по всему периметру намазывала клей горячий только прихватывала в каких-то местах сейчас я вам покажу как это нужно сделать вот берете вы еще один например их нужно несколько наклеить чтобы закрыть вот это вот все металлическую части при этом создать такую необычную фактуру дерева даже я бы сказала или плетущегося куста нужно в обратную сторону например намотать вот здесь не нужно соблюдать какую-то симметричность чем более вычурно она будет приклеена тем будет интереснее фактура я беру горячий клей беру утюг потому что у не сломался пистолет и вот так вот добавляю клей и подклеивают смотрите не на всем периметре достаточно немного где-то прихватывать на сгибах если у вас так получается что сам вот этот шнурочек бумажный где-то треснул замажьте его быстренько клеем сверху и все и он будет хорошо держаться и вам не надо будет там переклеивать если уже совсем оторвался ну подклеили краешек и добавили еще то есть тут можно маленькими кусочками наклеивать не обязательно длинными здесь очень сложно как-то ошибиться испортить приклеивайте как вам удобно как вам нравится я делаю это вот таким образом можно снизу например вот так вот закрутить и можно даже краешек оставить чтоб торчали немножко как колючки такие добавляем столько шнурочков этих бумажных сколько нам хочется чтобы создать такой эффект необычный плетеного ствола не знаю дерево или чего такого похожего что получается у меня теперь я думаю что сделать с вот этими краешками смотрите их можно вот так вот закрутить спиралью сильнее или слабее и приклеить вот по-разному можно сделать как вам нравится нужно их вообще в принципе обрезать будет и без них неплохо кнопочку естественно не заклеивая теперь я беру вот такой вот пакет когда я делала и поняла что лучше всего это получается из тоненьких пакетов не слишком плотных у меня есть много белых пакетов старых поэтому я выбрала белые вы можете выбрать любой цвет использовать даже мусорные пакеты это тоже неплохо их нужно вот так вот в хаотичном порядке сжимая гармошкой скручивать вот в такой вот рулончик скрутили его обрезали ровненько и получается смотрите на срезе такая как бы розочка надеюсь вам видно теперь мы отрезаем вот такой кусочек буквально ну не знаю сантиметр может даже чуть чуть тоньше присобираем его вот так вот получается такая розочка намазываем жирно клеем горячим или еще каким-то таким хорошо схватывающимся и крепким и наклеиваем на наши нитки хаотичном порядке но располагая плотно друг другу вот таким вот образом смотрите даже видно немножко переходы цвета пакет один чуть более серый другой чуть более белый ну кстати смотрится неплохо можно цветные вот такие розочки сделать при собрали ее намазали жирно клеем и быстренько приклеили придавили вот таким образом покрываем весь наш импровизированный плафон так быстро приклеили и придавили клей не жалеем здесь важно чтобы вся розочка хорошенько приклеилась вот эти нижние жгутики я решила просто закрутить в одном направлении лишнее обрезать и подклеить их так вот они у меня будут выглядеть а верхней сейчас закручу вот такими вот спиральками посмотрю что получится нужно ли их оставлять так вот вы когда скручивать она держит форму достаточно хорошо вот что получилось ну снизу мне нравится сверху вот эти штучки не знаю плафон достаточно объемный получился их можно закрутить дополнительно на ствол а можно просто обрезать и скорее всего просто их обрежу я думаю без них будет лучше вполне теперь нужно нам это все закрасить можно взять акриловую краску любого цвета который вам нравится любую краску из художественного магазина из канцелярского магазина строительного можно губкой наносить таким образом можно кисточкой можно взять например не знаю что еще ватную палочку примеру ватной палочкой хорошо удобно закрашивать какие-то вот такие труднодоступные места вот но быстрее всего приятнее и эффект не получается с распыляющейся краской баллончиках я пожалуй воспользуюсь ею вот что получается в итоге смотрите какая необычная фактура интересно еще и краска так затекая в какие-то места дает переливы цвета как будто поталью покрытая такой необычный плафон из белых розочек лампу важно использовать которая не греется то есть лет не лампу накаливания чтобы это все не нагревалась вот таким образом сделанный будет здорово смотреться торшер или даже люстра более маленькая лампа то есть очень такой необычный и копеечный по сути простой в исполнении декор мне такая техника очень понравилось оставляю для вас еще вверху ссылку на мастер-класс где я делала из бумажных жгутиков в вазу очень красивую вот смотрите кстати можно покрасить эти пакеты акриловой краской я использовала опять же золотую но мне единственное в спрее тоже такой эффект необычный какого-то горящего камня не знаю но очень интересно смотрится